Главная тема последних нескольких часов. Российско-турецкая встреча на высшем уровне. Владимир Путин и Раджеп Таип Эрдоган общались, как это называют, на полях саммита Большой Двадцатки. Он стартует завтра в китайском городе Ханчжоу, но вот еще до начала официальной сессии лидеры воспользовались возможностью поговорить о восстановлении сотрудничества. Из Китая репортаж Ивана Прозорова. В Ханчжоу Владимир Путин прибыл поздно вечером и сразу отправился на встречу с президентом Турции Раджепом Эрдоганом. После изменения турецкого президента за сбитый российский самолет и гибель нашего пилота лидеры трижды беседовали по телефону, месяц назад встретились в Санкт-Петербурге, сегодня обсуждали, как выполняются достигнутые в России договоренности. В последнем телефоне в разговоре вы обратили внимание на то, что решение исполняется медленнее, чем нам бы хотелось. В частности, сказали, что пока не выполняются наши договоренности по восстановлению чартерных рейсов. Вы видите, 28 числа прошлого месяца правительство Российской Федерации подписало соответствующее распоряжение, а вчера в Турцию прилепил первый чартер с российскими туристами. Мы видели, как тепло принимали там наших туристов. Конечно, многое еще нужно сделать для восстановления полноформатного сотрудничества по всем направлениям, но мы сегодня как раз об этом и поговорим. Прежде всего, я хотел бы вас поблагодарить за возобновление чартерных рейсов. Сегодня у нас будет возможность продолжить рассмотрение вопросов двустороннего сотрудничества, которые поднимались на петербургской встрече. Это касается и политики, и экономики. В области энергетики уже есть некоторые положительные сдвиги. Надеюсь, так будет и дальше. Пользуясь случаем, еще раз хочу вас поблагодарить. Главные темы встречи – совместные проекты в энергетической отрасли, строительство первой в Турции атомной электростанции АККУЮ и газопровода по дну Черного моря «Турецкий поток». Вы видите, какую представительную делегацию я с собой привез. Это наши министры, руководители крупнейших компаний, отвечающие за вопросы энергетики. И наши министры иностранных дел тоже посоревнуются в Красновещии. Это уже мы послушаем. Я тоже привез с собой большую команду. Вместе со мной и вице-премьер, и министры, и глава разведслужбы. Если глава разведслужбы есть, тогда нам не о чем говорить. Он вам уже, наверное, все доложил. Президенты также обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с террористической угрозой. Мы рады тому, что нормализуется внутриполитическая жизнь в Турции. Видим, что Турция переживает непростые времена, борется с терроризмом и сталкивается с серьезными террористическими преступлениями. Мы с вами неоднократно высказывали свою позицию по борьбе с террором. Уверен, что вам, собственно говоря, уже это удалось. Но у нас полностью нормализовать ситуацию в стране. Мы сможем двигаться дальше и по пути нашего взаимодействия. Тем временем многие лидеры уже прибыли на саммит. Безопасность на первом месте. Кордоны полицейских и военных на каждом перекрестке. Закрыты смотровые площадки на небоскребах, опломбированы даже водостоки. Власти предписали горожанам не выходить из дома, а лучше вообще уехать из Ханчжоу. Саммит G20 пройдет на берегу озера Сиху. Оно известно каждому китайцу по изображению на самой ходовой купюре в один юань. В программе «Встречи мировых лидеров», «Проблемы терроризма», «Миграционный кризис», «Экология» об этом в Ханчжоу позаботились заранее. Тише едешь, дальше будешь. Актуально и для Ханчжоу. Бесшумный мопед на электрической тяге – самый популярный вид транспорта в городе ежедневно. На его дороге выезжают миллионы байков, чтобы они не загрязняли воздух. Власти вели высокие налоги на бензиновые двигатели, а на такие электрические мопеды даже не нужно получать водительское удостоверение. Вообще власти Ханчжоу сделали все возможное, чтобы гости саммита видели чистое небо над головой. На время его проведения даже закрыли работу всех промышленных производств. Один металлургический комбинат пришлось вовсе снести. К саммиту подготовились и местные ремесленники. В уголке Древнего Китая на улице Хефан с тысячелетней историей, кроме местного чая и шелка, в ходу другие сувениры. В прошлом году мы услышали в новостях, что в Ханчжоу пройдет саммит G20. Мы с учениками очень обрадовались. Нашли в интернете фотографии лидеров и попытались воспроизвести выражение их лиц. В графике встреч Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин Тереза Мэй. Это первый диалог с новым премьер-министром Великобритании после Брекзита. Ситуацию на Украине президент России намерен обсудить с главой Франции Франсуа Оландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Возможно, состоится встреча Владимира Путина и Барака Обамы. В саммите примут участие и так называемые страны-гости. Среди них Казахстан, Египет, Сингапур, Таиланд. Поднебесно считают голос государств, не входящих в Клуб 20, должен быть услышан. Главная тема саммита – кризис в мировой экономике. Запустить новый виток ее роста, полагают в Китае, должны инновации и технологии. И помочь в этом призван опыт процветающего Ханчжоу. Город стал центром развития китайских высоких технологий. И теперь его называют Восточной Силиконовой долиной. Иван Прозоров, Марина Чайка, Илья Марин, Алексей Зуев, Екатерина Яровенко. Первый канал. Ханчжоу. Китай. Продолжение следует...